Здравствуйте, уважаемые коллеги! Наша сегодняшняя встреча посвящена одному из очень сложных и актуальных вопросов работы любого научного рецензируемого журнала. Это то, каким образом рецензирование осуществляется в журналах. На эту проблему сегодня мы посмотрим с точки зрения современных международных практик и посмотрим различные аспекты данного вопроса, как он преломляется для редакторов, рецензентов журналов, ну и для авторов. Во время сегодняшней встречи мы с вами остановимся на четырех вопросах. Прежде всего мы поговорим о том, почему рецензирование так сложно реализуется в российском научном пространстве. Мы поговорим о становлении рецензирования как одного из институтов гражданского общества. Затем мы рассмотрим основные аспекты с точки зрения международного опыта рецензирования, те традиции и те новые формы, которые сегодня существуют. Немного остановимся на вопросах дискурса и этики научного рецензирования. Важные вопросы для того, чтобы рецензирование проходило эффективно и в то же время безболезненно не создавало конфликтов ни для одной из участвующих в процессе сторон. Ну и наконец мы посмотрим в целом, в чем сегодня состоят основные проблемы рецензирования в России и каковы основные пути выхода из тех сложных ситуаций, в которых мы иногда с вами оказываемся. Естественно, что отношение к науке в обществе связано с тем, насколько общество и государство рассматривает науку как важный составляющий элемент в своей политике. То отношение, которое общество и государство транслируют в отношении науки, транслируется и в отношении рецензирования. Два процесса неразрывно связаны. Естественно, научная деятельность определяется социальным заказом, а также оплачивается из средств государства, из бюджета или финансируется бизнесом. То, какое качество научная деятельность будет иметь, зависит от того заказа и от того финансирования, которые туда направляются. Я заговорила о качестве именно в связи с рецензированием. Именно рецензирование является тем институтом гражданского общества, который до какой-то степени вовлекает всех участников научного процесса, которые связаны с коммуникацией в научных журналах. А это, наверное, на сегодняшний день основной способ коммуникации ученых в мире. Это передача новейших достижений, открытий, трансляция самой новой научной информации. И, естественно, все ученые, которые вовлечены в этот процесс, начиная от редакторов и заканчивая авторами, непосредственно участвуют в процессе рецензирования. Поскольку рецензирование – это тот самый общественный механизм, который позволяет публиковать отфильтрованные качественные научные исследования. Естественно, при невысоком статусе науки в обществе нельзя ожидать, что статус рецензирования и рецензентов будет выше. Но, как показывает практика последних лет, в нашем обществе идут заметные изменения. И уже сегодня, наверное, практически невозможно себе представить научные журналы, где не создана достаточно четко работающая система рецензирования. Может быть, не самая совершенная, но понимание о том, что рецензирование – обязательная составляющая научного журнала, появилось, распространилось и укрепилось в обществе. Для того, чтобы любой институт в социуме действовал, он должен поддерживаться этим социумом. Я сейчас хочу обратиться к практике западного мира. Западного в данном случае я имею в виду развитые страны. Это, скорее всего, страны Организации экономического развития и сотрудничества. Самые крупные, самые развитые страны мира. Конечно, преимущественно западные, но также туда входит и часть стран, расположенных по отношению к нам на Востоке. Это Япония, Австралия и другие страны. В этих странах давно сложилась система поддержания института рецензирования. Она не складывалась специально для того, чтобы поддерживать именно этот институт. Скорее всего, это было в целом эволюционное развитие науки. И поскольку это все развивалось не за один год, не за одно десятилетие и даже не за одно столетие, мы можем сегодня официально говорить, что рецензирование как формально существующая часть издательского процесса научных журналов существует где-то с первой половины XIX века именно в этом западном сообществе. И вот на настоящий момент можно привести следующие примеры тех механизмов, которые поддерживают в обществе функционирование института рецензирования. Первым пунктом здесь на слайде идут контракты преподавателя. Для того, чтобы профессора в университетах получали самые выгодные, самые лучшие условия, так называемые пожизненные контракты, тенюры или тенуры в разных написаниях на русском языке, они разные, они существуют не во всех странах мира, преимущественно англо-саксонский мир, во Франции существует, ну и в ряде отдельных стран. А смысл этого контракта, что профессор, который имеет высокие академические достижения, прежде всего в научной области, затем в области преподавания, и, наконец, в профессионально-общественной деятельности. Очень важная составная часть. То есть это то, насколько данные ученые активно пропагандируют в обществе, среди молодежи, среди широких слоев населения, свои научные достижения, ту науку, которую он представляет. И к этой же сфере относятся и рецензирования, поскольку в данном случае соединяется профессиональная и общественная экспертиза. Затем на Западе для того, чтобы человек действительно говорил о том, что он эксперт, то есть подтверждал, актуализировал свой статус эксперта, необходимо осуществлять данную деятельность, поскольку эксперт, не осуществляющий экспертизу, нигде экспертом не считается. И практически в любом западном журнале человек, который занимается рецензированием, может, во-первых, получить справку о том, что он является рецензентом, ну а кроме того, есть другие системы оповещения об участии в данной деятельности, о которой мы сегодня тоже поговорим. И таким образом это работает и на статус, социальный, профессиональный статус ученого. Большинство журналов, которые находятся уже на такой стадии продвинутых развития, в свою редакционную политику вводят элементы, которые могут до какой-то степени поддерживать, морально стимулировать работу рецензентов. Конечно, говорить о редакционной политике нельзя в одном ключе. Есть совершенно разные стадии развития журнала. И если журнал находится на стадии становления, решаются совершенно другие проблемы. Однако, когда журнал уже развился и занял свое место, нашел свою нишу на рынке, наступает момент проведения различных мероприятий, связанных с популяризацией журнала, с его видимостью, с его известностью. Конкурсы среди авторов и среди рецензентов, как правило, это параллельные проекты, которые запускаются журналами, стимулируют интерес к журналу. Кроме того, позволяют сказать до какой-то степени спасибо, отблагодарить самых активных рецензентов. Поскольку многие журналы в западном мире издаются крупными издательствами, которые подчас публикуют тысячи журналов, ну, это прежде всего Эльзивир, Шпрингер, Тейлор и Фрэнсис, Вайли, Сейдж, вот самые крупные издательства, то, как правило, у редакции этих журналов нет проблем с проведением конкурсов с денежными призами. Однако, в целом, в западном сообществе существует четкое представление о том, что труд рецензента — это труд, конечно, бесплатный. Это труд, связанный именно с исполнением своего общественного и профессионального долга. Но в таких конкурсах разовые поощрения допускаются. Либо же отдельные журналы не проводят конкурсы, но просто имеют у себя на сайте страницу, посвященную рецензентам, где они вывешивают имена людей, которые помогают издавать журнал, без которых издание ни одного номера, ни одной статьи невозможно. В тех же издательствах, которые издают журналы, существует огромный набор привилегий, которые может получить рецензент. Ну, во-первых, в этих издательствах, как правило, нет разделения между рецензентом, который рецензирует статьи в журналах данного издательства, и рецензентом, который пишет рецензии на книги данного издательства. Хотя, конечно, результат работы рецензентов совершенно разный. В одном случае рецензия, как правило, кроме случаев, когда журнал в целях эксперимента публикует эти рецензии, но, как правило, все-таки этот труд мало виден для публики, для широкой читательской аудитории. Ну, а во втором случае рецензии на книги как раз публикуются. И вот для и тех, и других рецензентов существуют привилегии. Это бесплатный доступ к тем журналам, которые имеют подписку, ну, например, на три месяца, на полгода, в зависимости от вклада рецензента в деятельность данного журнала. Либо же они получают некоторые скидки при публикации, в случае, если журнал выходит на условиях open access, да, открытый доступ. И целый ряд других мер. Эта система, конечно, неполная. Есть еще мероприятия в рамках отдельных университетов, в рамках отдельных журналов. Но в целом основные направления стимулирования выглядят именно так. И во многих странах стоит сказать об этом не только западного мира, а даже скорее не столько западного мира, сколько быстро развивающихся экономиках Китая, Южной Кореи и ряде других стран активно стимулируются публикации в высококвартельных уважаемых журналах. И, естественно, в общем-то, рецензирование в таких журналах также поможет поощряться, поскольку это служит для повышения репутации того университета, аффилиацию которого имеет рецензент или автор. Следующим вопросом мы с вами поговорим о тех формах рецензирования, которые сегодня существуют в мире. Ну, вот первый слайд, он такой очень общий, исторический. Отцом-основателем современного рецензирования считается Генри Олденбург, который работал в рамках Королевского общества Англии и создал, по сути, первый журнал, первый научный журнал. Конечно, это был не журнал, который сегодня для нас привычен. Это была переписка между членами Королевского общества, где высказывались мнения, где высказывалась критика, согласие, несогласие. А потом самые лучшие из писем, такие эссе, публиковались в журнале, который получил название Philosophical Transactions. В данном случае, скорее всего, его можно перевести как протоколы, философские протоколы, философские записки. И, в общем-то, в рамках этой переписки отдельная ее часть, можно сказать, была первыми рецензиями. Хотя, конечно, никто пока не говорил о том, что это рецензии. Приблизительно в то же время, чуть позже, аналогичный журнал начал издаваться в Париже Королевским обществом, Франции. Еще через 25 лет в Шотландии, где свое отделение Королевского общества было, несмотря на единство страны, там появилось уже именно рецензирование как форма. В частности, в таком положении, если можно назвать этот документ положением о журнале, говорилось о необходимости обязательного ознакомления с рукописью, которая подлежит публикации, одного из крупных ученых. Никто не писал о том, что необходимо представить рецензию, но вот именно показать рукопись, узнать мнение впервые появилось. А уже позже, конечно, появились различные в XIX веке документы. Они разрабатывались и в Германии. В Германии такая определенная кодификация шла, распространение широкое на журнала было. И это уже были, по сути, рецензированные журналы, похожие на сегодняшние. Похожие, но тем не менее, все равно отличные. В нынешней форме все, что мы с вами имеем, сложилось после Второй мировой войны. И особое влияние, как ни странно, хотя, наверное, это логично, оказало на формирование журнального пространства и на формы рецензирования, введение электронных журналов, о чем пойдет речь чуть позже. Какие основные виды рецензирования существуют? Их, конечно, не три, их больше, но три вида присутствуют в любом практически крупном мировом издательстве, в любом практически журнале одна из этих трех форм существует. Конечно же, две формы, которые представлены здесь, встречаются на сегодняшний день гораздо реже, но тем не менее, журналы по-прежнему некоторые придерживаются тех старых форм, принятых ранее. Вот первая форма, вы видите, написано «closed» в скобках издательства «Шпрингер», потому что так эта форма называется в «Шпрингере». А в отличие от «Шпрингера», например, «Эльзевир» и другие издательства называют эту же форму «single blind». Это так называемое закрытое рецензирование. Рецензирование, которое было принято очень долгие годы, именно после Второй мировой войны, оно было очень популярным, когда автор не знал своего рецензента, однако рецензент знал своего автора. Почему такая форма была популярна в XX веке и практически ушла сегодня, в XXI веке? Дело в том, что говорить о настоящем международном журнале можно только начиная с XXI века, потому что именно с внедрением электронных форм журналов появился по-настоящему международный читатель, появились международные авторы, международные редакционные коллегии. И именно в этих условиях вот эта форма, она утратила смысл. А до этого она была осмыслена. Дело в том, что достаточно узкое пространство научного мира дает возможность экспертам, ученым, которые осуществляют рецензирование, с легкостью догадаться, кто написал эту статью, поскольку, судя по теме и списку литературы, практически всегда можно было вычислить в своем узком научном круге среди своих коллег тех, кто мог написать эту статью. Для того, чтобы не устраивать такую вот видимость того, что это неизвестно, автору сообщалось. Более того, это делалось не просто так, это делалось для того, чтобы рецензент мог отказаться от рецензирования в случае, если он мог заявить о конфликте интересов с автором. Следующая форма, которая очень популярна сегодня, о ней чуть позже, двойное слепое рецензирование, когда ни автор, ни рецензент не располагают информацией о личности, соответственно, автора и рецензента. Еще одна форма, которая также была популярна в 20 веке, но сегодня она частично утрачена, это открытое рецензирование, когда и автор, и рецензент знают друг о друге. Эта форма переместилась полностью в академическое учебное пространство, и там, где речь идет о защитах кандидатских, докторских диссертаций или о каких-то проектах, то в этих случаях очень часто используется именно эта форма, поскольку имя эксперта должно быть известно, оно просто официально закрепляется, и поэтому эта форма перекочевала, и в журналах используется крайне редко. Процесс рецензирования при двойном слепом рецензировании, да и при любом другом, приблизительно выглядит вот так. Схема достаточно упрощенная, условная, я не претендую здесь на то, что эта схема вам может каким-то образом помочь, просто мне хочется сказать несколько слов о том, как реализуется данный процесс, и, может быть, описать какие-то ключевые точки. Рукопись прислана в редакцию. Независимо от того, прислана ли она по электронной почте или же через систему подачи статей, что гораздо лучше и вызывает, в частности, у международных баз данных гораздо больше доверия, хотя об этом мы тоже сегодня поговорим. Рукопись поступает, затем проверяется первичное соответствие рукописи по ряду критериев. Прежде всего, это тематика журнала, это ее объемы и, наверное, тип публикации, что это оригинальная статья, или это, например, обзор, или какой-то другой вид публикации. И в зависимости от редакционной политики журнала, от концепции журнала, эта рукопись может быть, к сожалению, сразу перенаправлена автору с отказом, либо же она поступает к редактору для дальнейшего редакционного процесса. Редактор знакомится с рукописью. В некоторых случаях редактор сразу отправляет рукопись на переделку без рецензирования, то есть если автор хочет, и если те замечания, которые высказывает редактор, касаются именно редакторского цикла, то есть, например, если статья подается на английском языке, а язык статьи неадекватен, или же статья подана абсолютно в ненадлежащем формате, однако по содержанию статья подходит. В этом случае статья сразу может быть направлена на переделку, на доведение ее до требуемых критериев, ну а затем передается уже рецензентам. Рецензентов бывает не менее двух, в некоторых случаях это может быть гораздо больше двух, тоже мы сегодня поговорим, когда это возникает. Ну и на основании рецензии редактор вновь агрегирует все то, что он получает от рецензентов, не обязательно сами рецензии передаются автору, далеко не во всех журналах это практикуется. Чаще рецензии, которые получает редактор, перерабатываются в рекомендации от имени журнала. В конечном счете любые решения и любые рекомендации высказывает редакция, а не рецензент. И в этом случае редактор до какой-то степени снимает возможность конфликта в случае ненадлежащей стилистики то на рецензии, которые поступают. К сожалению, бывают такие случаи, когда это имеет место. Либо же передает рецензии в том виде, в котором они приходят автору с решением доработать, принять, отказать. Ну и далее, когда рукопись уже окончательно оформлена, полностью все замечания учтены, редактор принимает решение. Опять же, вновь обращаясь к рецензентам, повторно или не обращаясь. И далее опять у нас идет следующий цикл. Может быть вновь отказ в приеме рукописи, хотя это бывает редко. В случае, если автор категорически не согласен с мнением рецензентов и не желает идти на уступки или же не может объяснить свою позицию и отстоять ее. Ну, либо же рукопись принимается уже к публикации. Рецензирование в признанных журналах, ну это от английского established journals и reputed journals, то есть журналы с именем, с репутацией, как правило, это журналы, которые давно существуют и которые заняли свою нишу, которые имеют свою читательскую аудиторию и, как правило, имеют успешные наукометрические показатели. Хотя, конечно, прямой взаимосвязи не всегда эта взаимосвязь выявляется, но, тем не менее, наверное, все успешные и признанные журналы входят в наукометрические базы. Однако не все журналы, которые входят в эти базы, можно сказать, что они состоялись и они успешны. Там есть так называемые временные проходящие журналы, которые попадают туда на несколько лет, иногда на год-два, ну а затем они больше не индексируются. В этих журналах существует несколько подходов к практике рецензирования. Первое — создается внутренняя система рецензентов, база рецензентов. Эта база может быть привязана к конкретному журналу или в случаях, если крупное издательство имеет несколько журналов одного кластера, одной тематики или одного направления, то это может быть какая-то база, в которой рецензент регистрируется сразу, отмечая те журналы, где его профессиональные интересы совпадают с тематикой журналов. Это первый вариант. Второй вариант — это использование крупнейшей в мире на сегодня общественной площадки Pablons. Это сервис, который объединяет огромное количество ученых. Есть возможность журнала зарегистрироваться в этой базе и направлять свои статьи через эту систему путем отбора ключевых слов и тематики, которые указывают рецензенты, которые регистрируются в этой системе. И таким образом привлекают рецензентов из этой системы. Я, кроме своей деятельности в Ассоциации научных редакторов и издателей, а также в связи с подготовкой и продвижением российских журналов в Скопус в качестве эксперта, я также являюсь членом редколлегии и редактором по рецензиям на книги в журнале, который выпускает Высшая школа экономики Journal of Language and Education. Журнал издается третий год. Мы буквально в октябре получили радостное известие. Мы включены в базу Скопус. И мы, например, практикуем еще одну форму, которая нам кажется очень удачной. И, как мы узнали, и другие западные журналы ориентированы на эту форму. Она, к сожалению, не очень приемлема для многих российских журналов, поскольку мы издаем журнал полностью на английском языке. Здесь речь, конечно, о языке. Мы просто через базы, через различные социальные, профессиональные сети отбираем тех экспертов, которые нам нужны. То есть мы видим, например, вот пришла статья, редакция, она кажется интересной, она проходит по основным, общим требованиям, которые предъявляются к рукописи, объем, структурирование, другие моменты, качество языка. Тогда мы выискиваем вот этих ученых, и мы просто делаем рассылку. Мы просим оказать содействие нашему молодому журналу и просим либо стать рецензентом, либо порекомендовать нам рецензента. И мы иногда отправляем в 5, в 6, в 7 журналов, простите, в 5-6 ученым вот такой запрос. И бывают случаи, когда отказывают все, но очень часто, очень многие, большинство соглашается. И у нас бывают случаи, когда мы получаем много рецензий на одну статью. Чтобы не пугать авторов, мы их агрегируем и передаем те рекомендации, которые, по нашему мнению, обязательно приведут к улучшению качества статьи. И с точки зрения нашей редакции, то есть мы советуемся с редакционной коллегией, с издательской командой, с самой редакцией, в которую входит достаточно много профессионалов. И вот таким образом решается этот вопрос. Этот опыт существует и на Западе. В России это немножко сложно реализовать, хотя тоже возможно. То есть, с моей точки зрения, если журнал отправляет, пишет именные письма, обращается к конкретным ученым, часто даже незнакомым ученым, но которые являются экспертами, очень часто ученые уже на таком пике своей карьеры начинают помогать молодым. Это абсолютно нормальное наставничество. Или просто он начинает более активно участвовать в общественной жизни. И часто ученые с большими именами откликаются на такие просьбы. И, в общем-то, вначале мы удивлялись, сегодня мы уже к этому привыкли. В результате у нас очень большая география рецензентов. И, как показала практика, вслед за рецензентами, которых мы приглашаем, из этих стран приходят статьи. То есть, до какой-то степени, это своего рода сарафанное радио, если так можно сказать, поскольку информация о журнале передается из уст в уста, и к нам приходят ученые из тех университетов, куда мы направляем просьбы о рецензировании. Но надо понимать, что на Западе, в отличие от нашей российской практики, существует очень четкая система. В некоторых российских журналах она уже тоже существует. Это радует. Где четко расписаны сроки рецензирования, формы, функции, критерии. То есть, процесс рецензирования отработан и практически работает как часы, как механизм, который обеспечивает надежный результат. Это уже своего рода технология. На Западе такой технологией могут похвастаться большинство журналов. Естественно, когда мы с вами общаемся с западными коллегами, надо помнить, что в силу разности культур, мы все-таки представители культуры восточной, во многом. Культура такая смешанная, но очень много восточного. У нас совершенно в России другое отношение ко времени. Категорически западные партнеры не приемлют вообще все, что связано с цейтнотом. Они живут в достаточно размеренном режиме и просить о рецензии, сделать ее очень быстро невозможно. Кстати, говоря о статистике, среднее время рецензирования, это вот тот же самый Пабло, он спроводил огромный опрос, в котором приняли 11 тысяч респондентов со всего мира. Так вот, среднее время рецензирования в мире по всем вот этим участникам составило 16,5 дней. То есть более двух недель заложено на среднюю рецензию. И надо учесть, что рецензии в развивающемся мире, в восточном мире, очень часто имеют меньшие сроки, чем на Западе. Именно в силу того, что здесь реализуется целый комплекс других отношений, более близких связей, в том числе с коллегами, с теми, с кем мы учились, с теми, кого мы учили. И поэтому часто, например, в России, в том числе и в Китае, сроки рецензирования гораздо меньше, чем сроки рецензирования на Западе. Говоря о Паблонс, буквально еще несколько фактов. Это бесплатная, абсолютно бесплатная платформа, бесплатный сервис. Там может зарегистрироваться любой рецензент. Как правило, он указывает как минимум один журнал, в котором он уже работает. И этот журнал должен входить в базу Паблонс. На данный момент туда входит около 25 тысяч научных рецензируемых журналов и свыше 200 тысяч рецензентов. Когда мы впервые регистрировались в Паблонс, наш журнал там не числился. Для того, чтобы ввести журнал в Паблонс, требуется написать письмо. В этой базе вы увидите информацию, кому передать, как. И в течение одного дня мы получили ответ. Журнал был включен, а также были включены все рецензенты нашего журнала, с кем мы плотно работаем и кто захотел воспользоваться вот этой базой. Мы считаем, что поддержка этой базы для журналов, которые издаются на английском языке, она закономерна. База разработана компанией Clarivate Analytics, владельцем Web of Science, то есть достаточно солидная платформа, ну и, наверное, неплохой ресурс для тех, кто издается хотя бы частично на английском языке. Что касается экспериментов с рецензированием. Но прежде чем говорить, наверное, об экспериментах, я хочу сказать о негативных моментах. Даже такие крупные издательства, как Эльзи Вирт, Тейлор и Фрэнсис, Сейдж, они сталкивались в своей деятельности с попытками, ну, наверное, подделок, связанных с рецензированием, с обманом, с мошенничеством, иногда в очень крупных масштабах. Расскажу о двух случаях, после которых пошли массово как раз различные эксперименты с рецензированием, в том числе это было связано с ненадежностью систем. Во многих западных журналах использовалась платформа для подачи рецензий, которая называлась Scola One. Кстати, тоже разработчик Clarivate Analytics. Все тот же. Система была замечательная, простая в обращении, однако она была не очень надежная с точки зрения возможности подключения к этой системе. Было два масштабных, просто на самом деле масштабных случаях, когда произошли подсоединения авторов к этим системам и подделки, массовой подделки рецензий. В одном случае речь числа о медицинском журнале, насколько я помню, это Journal of Enzyme Inhibition, издательство Taylor References. Редактор обратил внимание, что очень быстро приходят рецензии, то есть в некоторых случаях буквально сутки-двое. Стал отслеживать, стал смотреть, и обратил внимание, что почти во всех статьях, таких статей было почти 30 выделено, был один и тот же автор из Южной Кореи, ученые, имеющие достаточно большое количество публикаций в Скопусе, в Web of Science. Но тем не менее, когда стали проверять, то были выявлены многочисленные аккаунты, которые были соединены либо с несуществующими учеными, либо вообще вызывали сомнения. Было проведено расследование, и этот ученый официально заявил, что действительно он сгенерировал большое количество вот этих поддельных аккаунтов, и через них сам направлял рецензии на те статьи, в которых он был автором. В результате 28 статей, которые были выделены, они были ретрогированы. Естественно, репутационный ущерб прежде всего получил вот этот ученый, более он не может заниматься наукой. То есть такие вещи в западном сообществе безнаказанными не остаются. Ну и пострадала репутация журнала, хотя по-прежнему этот журнал входит в первый квартель. Но, как я понимаю, что просто после этого произошло ужесточение в системе рецензирования именно в той платформе, на основе которой производилась подача. В частности, рекомендуется, использовать преимущественно корпоративные адреса рецензентов. Когда рецензент регистрируется, ему настоятельно рекомендуют, чтобы была указана почта, именно привязанная к его аккаунту, а также ссылка на страницу того университета или научного центра, где работает ученый. Но это было в 2012 году, а в 2013 году еще более масштабная случилась история. В Южной Корее ученый, в данном случае физик, как оказалось, сгенерировал целое кольцо авторов, то есть это была огромная система. Он не был автором всех 60 статей, которые в результате были ретрогированы и выявлены. Многие люди, которые участвовали в этом кольце, они вообще не представляли себе той огромной аферы, которая стояла за всем этим процессом. и они действительно честно работали, однако они пострадали. Но пострадали не только они. Главный редактор журнала подал в отставку, поскольку ему понадобилось более года, чтобы выявить эту систему. И, естественно, репутационный ущерб журналу он, в частности, и принял на свой счет. Вынужден был, естественно, уйти в отставку тот ученый из Южной Кореи, который спровоцировал все это. И он в 5 из 60 статей указал имя министра образования Тайваня, который никоим образом не был причастен. Но министр также был вынужден уйти в отставку. Опять та же система Скола-1. Вот после этого очень многие журналы стали ужесточать контроль за рецензиями. И даже если они используют вот эти системы рецензирования, идет перепроверка, перенаправление рецензии каким-то другим рецензентам. И еще где-то вот в те же сроки до периода 2012 года, ну и в настоящее время есть, но все меньше, существует на Западе практика, когда автора просят указать имена от двух до пяти ученых, экспертов в области той тематики, по которой написана статья, для того, чтобы редакционная коллегия журнала могла обратиться к этим авторам и попросить их выступить в качестве рецензентов. И если до этого такая система практиковалась, то есть очень часто использовались те фамилии, которые представлял автор, либо же использовались фамилии тех людей, которые были процитированы в статье как экспертов, то в последнее время, учитывая массовые махинации и даже мошенничество, то есть когда это огромные масштабы приобретают. Чаще всего, если даже журналы просят указать имена, как правило, они никогда не обращаются к этим рецензентам. И появляются новые виды рецензирования. Тройное слепое рецензирование это не новая форма, эта форма существует давно, но надо понимать, что под тройным слепым рецензированием понимается, что кроме автора и рецензента абсолютно не сведущ в том, кто стоит за статьей и кто рецензирует, данную работу, также и представители редакции. Для того, чтобы эта система работала, необходимо, чтобы была определенная платформа, которая позволяла бы кодировать рукописи, и рукописи уже в закодированном виде поступали бы редактору, который бы направлял эту рукопись на рецензирование. Действительно, до сих пор такие системы существуют, в том числе и в старых уважаемых журналах, и редактор узнает о том, кто же написал статью об авторе в тот момент, когда он принимает решение и нажимает в системе кнопку «Принять рукопись» или «Отказать в публикации». И вот в этот момент вся информация об авторе становится известной. Система очень затратная с точки зрения именно технологической, и, как показал анализ, либо это какие-то отдельные журналы, даже гуманитарные, просто закупают эту систему, либо очень многие журналы связаны с компьютерами, все, что связано с интернетом, с бигдейта, то есть там, где ученые близко связаны с миром программированием, очень часто они создают собственные уникальные разработки для применения этой системы. Открытые рецензии, значит, ну, здесь нельзя сказать, что они открыты в том понимании, в котором я говорила чуть раньше. Здесь открытость в том, что когда статья опубликована, тут же на странице электронной версии журнала появляется вывешенная рецензия или рецензии на эту статью, которую представили рецензенты. При этом они бывают двух видов, либо анонимные, либо неанонимные под своим именем. С 2015 года, в течение двух лет, Эльзивир проводил эксперимент, в котором приняли участие чуть более, по-моему, 6 или 7 журналов, которые всем своим рецензентам, когда они направляли статью на рецензию, писали, что мы просим вас, если вы сочтете возможным, разместить текст рецензии рядом со статьей при ее публикации в случае положительного решения. На ваш выбор данная публикация может быть анонимной или именной. Так вот, уровень отказов был крайне высок, доходил по журналам от 50 до 70 процентов, и основной причиной, по которой рецензенты не желали публиковать свои рецензии, была банальная нехватка времени. Ученые писали о том, что для надлежащего оформления рецензии, для того, чтобы придать ее публичности, необходимо придание ей формы, которая требует времени. Кстати, о времени. Все по тому же опросу, который Паблонс провел среди 11 тысяч рецензентов и редакторов, есть такие данные, что в среднем на одну рецензию по миру ученый тратит около пяти часов. Поэтому, естественно, пять часов это прочтение рукописи, часто рекомендуется читать не менее трех раз, там определенные методики, есть рекомендации, затем заполняется форма рецензии и прописываются замечания в случае, если они есть. Естественно, это процесс время затратный и трудозатратный, и поэтому многие ученые отказывались. Обсуждение после публикации журналы практикуют, электронная форма журналов сегодня не возбраняет возможности и создания форумов и каких-то других форм. Это существует, но, как правило, это все-таки скорее мнение, это не совсем рецензирование, это уже рецензия на опубликованную работу. Ну и, собственно, новые формы. В частности, хочу привести вот такую, просто чтобы вам показать, каким образом абсолютно новые формы сегодня рождаются. Философский журнал издается с этого года. Название журнала The Public Philosophy Journal. Они придумали свою форму, дали ей название на английском Formative Peer Review. Ну, наверное, на русский можно перевести как развивающее рецензирование. Formative как формирующая человека, личность, профессионала. Значит, в этой форме предусматривается, во-первых, автор назначает собственного рецензента. От редакционной коллегии выделяется человек, который в данном случае называется не редактором, а координатором. Он имеет равные права вот в данном общении, и он также назначает рецензента. Затем вот эти четыре человека участвуют онлайн в обсуждении по четко выделенным критериям, которые обоснованы на сайте журнала. Объяснено, что имеется ввиду, под каждым критерием, что понимается. И идет такой процесс обсуждения. Автор где-то отстаивает свою позицию, где-то объясняет, где-то ему помогают, может быть, до какой-то степени усилить статью за счет просто выделения каких-то элементов, акцентов. Ну, журнал экспериментальный, по сути, он новый журнал. Время покажет, насколько успешна эта форма, но, наверное, ценным в этом опыте является, может быть, не то, что они придумали новое название, а то, что они очень четко описали критерии. Очень часто рецензирование сегодня критикуют за то, что это, по сути, черный ящик. Автор подает статью, рукопись, и он получает замечания, но он очень часто с трудом представляет, как критерии, которые, ну, вроде бы, есть на сайте журнала, рассматриваются рецензентам. Почему такие замечания? То есть, очень часто много вопросов, и в основном двойное слепое рецензирование критикуются именно вот за эту непрозрачность. Поэтому любые попытки сделать систему более видимой, а также больше разъяснений на сайты вынести, в том числе и для авторов, потому, какие критерии предъявляются, наверное, делает эту систему более полезной. Ну, о критике я уже основное сказала. На сайте журнала, как правило, у всех есть раздел о рецензировании. Желательно, чтобы было упоминание о рецензировании в двух разделах. Первое, необходимо, чтобы рецензирование отражалось в редакционной политике журнала. В целом, описание. И отдельное, раздел должен быть для рецензентов с подробной информацией. Туда же обязательно надо адресовать авторов, для того, чтобы они понимали, что их ждет при подаче рукописи. Критерии. Здесь, наверное, стоит сказать о том, что мы очень часто забываем, может быть, в медицинских журналах в меньшей степени, что необходимо четко согласовывать формат статьи, методологию и дискурс. То есть, структурирование статьи, это не просто разделение ее на какие-то части. Это структурирование определенной методологии исследования. А с точки зрения дискурса в каждой из этих частей должны быть прописаны определенные моменты. Для читателя важно, открыв статью, четко он знает, где найти цель статьи, где он найдет выводы статьи, где описание методологии, где описание актуальности. И таким образом, вот это структурирование информации делает статью как минимум более видимой и легче определить качество статьи. Форма рецензии в основном либо это бланк с таблицей, где выставляются определенные критерии, это может быть просто написанный текст, то, что в России было всегда и в СССР принято. Ну и, наконец, третья, наверное, самая популярная на сегодня форма, это когда таблица с выставляемыми по определенной системе баллов критериями и в случае, если оценка средняя или ниже средней, рецензент обязан написать конкретные замечания. В этом же бланке всегда присутствует возможность для выражения мнения о статье в целом, общие впечатления и общие рекомендации, а также принятие решения. Во всех, независимо от того, какая это рецензия по форме, всегда будет обязательно содержаться рекомендация о публикации с доработкой или без доработки, либо же рекомендация в отказе, напротив, отказ в принятии к печати. Очень коротко, потому что об этом говорить можно долго и бесконечно, но я полагаю, что в своей работе очень часто все редактора сталкиваются сталкиваются с рецензиями, они понимают, как должны писаться рецензии. Проблема в том, что не все авторы и не все рецензенты это понимают. Естественно, для того, чтобы мы с вами имели высоко подготовленных и ученых, которые ведут диалог, вот эту дискуссию в рамках научного дискурса, необходимо с ними работать. журнал часто выставляет вот эти критерии, выставляет стиль, выставляет, ну, наверное, уровень отношений. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы порожденный кем-либо из сторон скандал, а скандал может, ну, то есть, оскорбительный тон, например, может быть порожден и самой рецензией. Бывает так, что рецензенты переходят на личности, это недопустимо. И авторами, которые очень болезненные иногда, абсолютно выходя за рамки научного дискурса, реагируют на такие, может быть, иногда, как им кажется, несправедливые рецензии. Вот тут, конечно, все за редакцией. Именно редактор должен стать тем буфером, который не должен допускать развития конфликтов. И именно, наверное, вот на этой стадии редактор должен понимать, что для него существуют разные рычаги, вплоть до того, что прекращается сотрудничество с рецензентом или же автору отказывается в публикации именно по причине несоблюдения научной этики введения дискуссии. Естественно, все должно вестись крайне корректно, но всегда возникает вопрос, а что делать, если статья плохая, особенно в условиях нашей российской восточной культуры, где мы всегда соблюдаем пиетет к людям заслуженным, к крупным ученым. Часто бывает ситуация такая, что ученый написал статью, статья может быть очень интересная, но она, например, не оригинальная, она просто собой представляет дискуссионную статью, а журнал такие статьи не публикует, или до какой-то степени статья сырая, недоработанная. Все-таки не надо отправлять на рецензирование то, что заведомо плохо, и может быть именно дело редактора, остановить статью, либо ее направить сразу же на какую-то переделку, лучше, конечно, сославшись на либо несоответствие требованиям, критериям, то есть следует не давать оценку такой статье на этой стадии, а именно просто написать причину, по которой вы просите переработать, либо же вы отказываете. Критика в русском научном дискурсе, как практически в любом европейском языке, она очень похожа, это преобладание пассивных конструкций, естественно, обличающие активные конструкции неуместны, когда вы пишете замечания, естественно, смягчение текста за счет лексики, за счет ухода от достаточно жестких выражений в эфемизмы, в смягчение, конечно, при этом не нужно идти на какую-то сделку с совестью, но вот эта стилистика, она не должна включать очень жесткие характеристики, абсолютное исключение негативной эмоционально окрашенной лексики и категоричности оценок. Могут присутствовать эмоции в рецензии, но только положительные. Вот положительная оценка, она может быть эмоциональной, все остальное с эмоциями не дружит. Ну и наконец, конечно, не замечание красит рецензию, а рекомендации по улучшению. Более того, рекомендации всегда воспринимаются лучше, чем прямая критика. Говоря об этике, о том, что не должен делать рецензент, я думаю, знают все, и это написано на всех сайтах, но многие журналы сегодня включают также страницу о том, что не должен делать автор, поскольку российские авторы, опять же, возвращаясь к людям заслуженным, в некоторых случаях за счет своего авторитета и различных механизмов личных связей пытаются в некоторых случаях просто опубликовать статью, избегая переработки, не тратя дополнительное время. Наверное, вот такое, какая-то подобная констатация на сайте, она может до какой-то степени показать, что редакция все-таки старается быть объективной и не ставит какие-то предыдущие заслуги как некий, может быть, карт-бланш, как возможность публиковать, что попало, недоделанное в сыром виде. И последнее, завершающее. Почему в России бывает сложно найти рецензентов? Что сложно? Вы знаете, начну я, как ни странно, наверное, с периода Советского Союза. Это период, конечно, абсолютно не единый, он имеет внутри очень много разных дополнительно других периодов с разными условиями, но, наверное, у нас у всех есть генетическая память. Что такое наука в СССР? Это идеология. Естественно, если это идеология, то критика какой-либо публикации часто воспринималась, особенно такая жесткая, принципиальная критика, как критика с идеологических позиций. А это могло приводить к тому, что не просто карьера ученого могла быть разрушена, могла быть разрушена его судьба и его жизнь. И именно поэтому у российских ученых в своем подавляющем большинстве не сформированы навыки восприятия критики и критики других. Именно научной критики, конструктивной критики. Мы сегодня с вами все учимся критиковать правильно, критиковать именно с точки зрения рекомендаций по улучшению. Наверное, может быть, здесь даже слово критика не очень уместно. Это все-таки скорее анализ работы и рекомендации по ее усовершенствованию. Кроме того, я уже упоминала сегодня Россия страна с элементами, существенными элементами восточной культуры. Поэтому мы не можем с вами отказаться от своей культуры и создать какую-то новую уникальную научную культуру абсолютно на пустом месте и за один-два года. Естественно, любая культура развивается. Вот сегодняшняя интеграция каких-то принятых этических элементов из западного общества, которое, может быть, с точки зрения развития гражданского общества немного опережает нашу страну на сегодня. Наверное, какие-то барьеры сегодня очень трудно преодолевать. Надо пытаться их преодолевать. Другой вопрос, что надо быть реалистами и понимать, что полностью преодолеть все вот эти восточные элементы, систему связи, иерархии, чинопочитания, ну, невозможно за один день. И, конечно, наверное, огромное уважение вызывают те издатели, которые своим журналам, редакторам дают полную свободу в публицистике, в издательской деятельности, в том, как они работают с авторами, не вмешиваясь в процессы, не заставляя и не вынуждая публиковать те исследования, которые не усовершенствованы, не переработаны. И, наверное, такие журналы появляются, радуют, что их становится все больше. Однако, тех, где по-прежнему давлеет вот эта вот наша культура, наши традиции, они также есть. Ну, и, собственно говоря, необходимо повышение статуса рецензента. Все, что я говорила в отношении западного сообщества, может быть принято и здесь, в России. Наверное, необходимо в эффективные контракты продумать и включить пункты по поощрению тех людей, которые занимаются рецензированием. Если это учебные заведения, высшие учебные заведения, наверное, в конкурсные требования, как альтернатива каким-то видам научной деятельности, как минимум, как альтернатива можно включить для профессоров и для доцентов. Может быть, даже предусмотреть некую оплату труда, какое-то стимулирование, может быть, не на постоянной основе, поскольку мы с вами помним, платное рецензирование это, к сожалению, рецензирование заказное, поэтому прямой взаимосвязи не должно быть, но стимулирование обязательно. Ну и журналам, наверное, стоит продумать, если уже журнал находится на той стадии, которая позволяет вводить какие-то новые элементы редакционной политики, может быть, вывешивать информацию о рецензентах и проводить конкурсы. Ну, на этом, позвольте, дорогие друзья, закончить сегодняшнюю встречу. Благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы, мои контакты на слайде, пишите, с удовольствием отвечу на любые вопросы. Спасибо.